Йога означает «милостивый». Йога Нарисимха – самое милостивое божество. Это особое божество. Никто про него ничего не знает. Все, что мы знаем от местных ачарьев, джиров, это то, чтобы божество было вынесено из пещеры много сотен лет назад. То есть раньше оно находилось в пещере. В пещере есть множество тоннелей, ведущих вверх и вниз. Чтобы добраться до божества, нужно было ползти, идти, взбираться, скатываться. Многие пуджари, жрецы, зайдя в пещеру, уже никогда оттуда не возвращались. Тоннели ввели в разные места. Главный тоннель ввел в центр пещеры, в большой грот. И в этом свободном пространстве, в внутреннем зале пещеры, находился огромный храм. Стены его были сверху донизу украшены резьбой, изображающей игры Нарисимхи. Говорится, что там были изображены также игры Кришны. А в середине располагалось красивое божество Йога Нарисимхи, которое мы видим сейчас. Как я уже сказал, многие люди, зашедшие в пещеру, терялись навсегда. Можно было понять, что, скорее всего, они заблудились и умерли там. Поэтому люди перестали туда ходить. В конце концов, было принято решение найти это божество, поскольку оно относится к девяти главным божествам Аховалам. И благодаря пуджаре это божество было найдено и вынесено из пещеры. И с тех пор оно находится здесь. Йога Нарисимха находится здесь по желанию своих преданных. Он вышел оттуда ради всех нас. Это Йога Асана. Его колени перетянуты специальным ремнем, благодаря которому ноги не расходятся в разные стороны. Это совершенная йогическая поза. Йога Нарисимха умиротворен, шантик. В этой особой позе, позе Йога Нарисимхи, он обучал прохлада Махараджа-йоги. С этой стороны вы видите у него чакру, диск, а с этой раковину. Он и чакру. Он и чакру. Симхасям тихснадам страм. Тринайанам удайадбану коти пракашам. Хастаир дамбони. Дхара патушита нахарий. Дайтия вакшо видарья. Датва, Дева, Браджасы, Абхайам, Апичаварам, Шанка, Чакре, Дадханам, Лакшми, Юктам, Прашантам, Шритажана, Сулабхам, Вишнум, Адьям, Намами Чатравата Нарисимхасвами Он сидит в егической позе Вот таким Он появился перед девами или танцорами, которые танцевали здесь, в Аховалам Дхаме, для Его удовольствия Они танцевали и танцевали так красиво, с такой любовью и преданностью, что Господь появился перед ними и спросил, что они желают больше всего Больше всего